Как у вас дела? Да дела со Христом всегда хорошие, а без Бога ничего нигде не получится. Ага, а вы откуда сами? Откуда? Дома сидим. А где дом? В Барнауле. Барнаула, Тайский край. ИК-24, что ли? Мы вышли рассказать людям о Христе, кто не знает, чтобы готовились к исшествию, чтобы после смерти в аду не оказаться. Это ИК-24? Что? Мой частное лицо. Мы частное лицо. И Пановка? Вы не на Пановке сами? Нет, не на Пановке. Это строгий режим или общий? А так и строгий режим или общий. А вам как ближе? Нам? Да. Я был на общем режиме. На общем. Нас за слово Божие тискала советская власть. Последний раз суд был над мной в 1986 году уже. А потом полная реабилитация и возвратить все. А у государства нечем. И рассчитали с недвижимостью. Вы, если хотите больше узнать о Христе, заходите на наши ресурсы YouTube. Называется «Открытым оком во свете Библии». Запишите себе. У тебя нормально в 84-м. Поближе к микрофону. Вас плохо слышно. Нормально ты отказываешь, блядь. Красавчик, блядь, отвечай. Блядь, уважаемый. Общий режим прошел год в 84-м. Молодец, блядь. Ладно, давай там с Божьей помощью. Всех благ, здоровья. У вас дома Библия есть, Евангелие? Не, я вообще мусульманин. Мусульманин. Мусульманин? Так еще мусульмане разве бессмертны? Они тоже умирают. На суд-то Божий придешь. Кто тебя судить будет? Христос судья. Это даже имамы, мусульманские, знают, говорят. Сын Марии нас, говорит, судить будет. И судить-то по Евангелию будет. 12.48 Евангелие от Иоанна. Я с мусульманами очень близко знакомы. Дед, дед, послушай меня, пожалуйста. А вы Коран считали? Нет, дед, дед. Коран. Коран знаете? Судить это не нам решать, и не тебе, и не мне, и какие там смехи, не смехи. Я тебе так уж откровенно скажу. Ну, каждый идет по своей пути, по своей жизни. И как там будет, так и будет. И все, что, естественно, блядь. Нет. Знаем, что есть такое хорошо, знаем, что такое есть плохо. Всего лишь в этой жизни. Чего надо знать. Хорошо быть с Богом. Давай, удачи тебе, Лана. Слышь, у меня там это. С Богом хорошо. Он не дает мне сейчас сказать. Сатана. Пробом будет еще другая жизнь. И будет общий суд. Не верите? Поэтому прав Маяковский говорит, твори, выдумывай, пробуй. Без Бога один обман и человеку убийство, как Господь сказал. Ваш, говорит, отец дьявол, и хотите исполнять его похоти. Все друг друга обманывают. Правительство обманывает. Люди, правители обманывают. А с Богом этого нельзя делать. Всякая неправда – грех. Сорти тоже всех обманывают. Когда человек умрет, то есть Божий суд на перстике разврата, как Лермонтов писал. И надо приготовиться к этому. Христос умер, прощает грехи, потому что Он за наши грехи умер. Это самая благая, самая добрая весть. Называется благовестие, Евангелие. Это не работает. Вы слышали это? А вы не мусульманин? Нет. Почему вот на эту, ну как назвать, ресурсы или как назвать, на рулетку-то набилось. Процентов 90 с лишним мусульмане. В России, чтобы вы пойти. А почему они тут, что нашли они здесь? Мелькают лица, не поговорить, ничего нельзя. Это уж вы так остановились. Живут тут, наверное. Так у вас дома-то Евангелия нету? Здесь, конечно. Это святая Библия. Вот. Это единственная книга, которая отвечает на все вопросы. Он говорит, ничего не работает. Не работает? Да, то, что вы говорите, это ничего не работает, он считает. А это семя, оно в один день и прорастает. Вышел сеять и сеять. Вот сказал, а он даже не помнит. Мы однажды беседовали здесь в Апрунзе. А они баптисты, мы-то православные. Ну и они с нами, разница в обучении-то. О тысячелетном царстве. Они уехали в Америку. Кошнарчук фамилия их. И вот Николай пишет по радио, говорит, мы, говорит, как-то ехали на машине и застряли, там сломалось, говорит, они поехали туда, а я остался один здесь ночевать. Ну и ходил, думал и вспомнил нашу беседу в Апрунзе. А уже лет тридцать прошло. И я, говорит, понял, что мы не правы были тогда. И я им представлял чистое учение. Поведники, возвещаем людям великую радость, что Христос дает прощение в грехах, кто покается. Вы об этом слышали? Такое нет. Нет. Это написано в Евангелии. А Евангелие – это одна часть Библии. Это вот Библия передо мной. Вам видно, нет? Вижу, вижу. Вот, смотрите. Подальше. А вы что-то снимаете или нет? Да. Это говорится о том, что на землю сошел Сын Божий. Родился Девы Марии. И Он умер за грехи людей. Иисус Христос. И чтобы получить прощение, достаточно веровать во Христа, и Он прощает. Но дальше живи по заповедям Божьим. Люди предпочитают... Вот это я слышал. Вот. А люди предпочитают жить по своей воле. А своя воля она куда приведет? Как Арсений Великий говорит, на небе тысячи ангелов и одна воля. А на земле тысячи людей, тысяча воль. Кажется, тянет. Как бы одна должна быть, как Отче наш, сущий на небесах. Там, говорит, да будет воля твоя и на земле, как на небе. Верующие это знают. У меня вопрос. А зачем вы вот это все здесь снимаете? Затем, чтобы другие знали. Потому что многие нуждаются. Это можно где-то в другом месте снимать. А какое другое место? Это самое место, когда говорим о Боге. Это везде. Мы проехали с благою вестью от Владивостока до Лиссабона. У меня 38 книг вышло из печати. Я дарил библиотеки. И мы все снимали везде. А теперь люди на этом учатся. Это 650 городов. Мы прошли Европу, Турцию, Скандинавию, Прибалтику и Север. Я 650 библиотек свои книги подарил. И мы везде все снимали. Вы знаете, если закон... Снимать нельзя в пяти местах. Первое. Закрытое заседание Государственной Думы. Закрытое. Второе. Военные корабли. Снимать с военных кораблей. Третье. Таможенная зона. Допустим, из России в Украину, в Турцию. И вот эта территория там не разрешается. И в армии тоже нельзя. Это по закону не разрешается. Четвертое и пятое. Это Министерство электрификации и газификации. Все. А пятое? Ну так это два министерства. Два министерства. Все. А остальное я, допустим, иду и милиционера снимаю. Он нельзя-нельзя. Ну и он не знает. Это 330-й уголовный кодекс, статья на него падает. Они все проиграли до одного процесса. Мы живем в Российской Федерации. Здесь законы другие. 27-й параграф гражданского кодекса. То есть я имею право снимать везде, где иду. Кроме пяти мест. А в суде нужно спросить разрешение судьи. Тут так и так может быть. Бывает. Нет, ну ты еще можешь снимать тогда, когда на тебя, например, нападают или что-нибудь такое. А это разъясняет. В том же даже закрытом вот думе. Если нападает, я не знаю, что нападает. Там кто нападать будет в думе, кто нападать будет? Ну вот, вдруг, ну допустим, ты все равно можешь снимать. И все равно они снимают, когда не закрыты. Жириновский дерется, там бобенку за волосы таскает. И все это показано. Мы говорим о Христе, что Христос дал нам свободу. Свободу творить добро. Жить по заповедям Божьим. А люди этого не знают. Не знают, и поэтому такая беда. Потому что они это не читают. А раз Евангелие не читают. Некрещеные. А некрещеные, говорят, как топор не тащеный. Он ничего человек тут не может сделать. А я сделаю, говорит. Я, говорит, неверующий сделаю. Обман. Евангелие от Яна, 15 глава, 5 стих написано. Христос, говорит, без меня не можешь делать ничего. То есть, творить вы можете безобразничать, а добро нет. Это нельзя. А бывает, безбожник добро делает. Бывает, говорит, забудется, да и сделает добро. А добро от Отца Света. То есть, один луч света проник в него. А вы сейчас дома, да? Да, вы, если хотите больше узнать, запишите наш ресурс в Ютубе. Называется «Открытым оком». Запишите. Открытым оком. Глазом. Это что, в Ютубе просто откроем? Да, да, в Ютубе. Открытым оком во свете Библии. Открытым что? Это наш ресурс, наш. Открытым оком? Открытым оком, то есть глазом. Глазом. Открытым оком. Открытым. Оком, око, око, глаз. Оком. Во всей Библии. Во свете Библии, во свете. Все, я начал. Все, Игнатий Лапкин, это я. Вы можете зарядить, кроме Ютуба, сайт, к этим словам подставить, на наш сайт зайдете, я там отвечаю на тысячи вопросов, это перед студентами в университете, ради программам. Вы найдете ответ на тысячи вопросов ваших. У нас очень богатые, вот допустим, Ютуб, это 13 700 роликов наших, тысяч. Мы с нуля строим, с нуля до деревни православную строим. Я начальник был детского лагеря 45 лет, без помощи государству. Тысячи детей подняли. А власти никак не помогают. У нас лозунг такой есть, что мы должны жить красиво и в бедности, никому не завидовать, не роптать и молиться за правителей. Типа вы сейчас вот это вот сняли, и типа вы сейчас меня зайдете в ролик, да? Ну вы должны принять сами решение. Выбор, говорится. Вы какой-нибудь язык знаете иностранный? Нет. А, нет? У американцев поговорка, сделай свой выбор. То есть со Христом, говорит, Христос, говорит, кто не со мной, тот против меня. Серединки нету, серенькой мглы такой нету. Господь, говорит, я предложил вам свет и тьму, огонь и воду. Благословение и проклятие. Жизнь и смерть. Избери жизнь. Зачем вам умирать? С Богом это жизнь, это радость. Наполнено все благодатью Духа Святого. А человек, который не верит в Бога, он не знает зачем. Вот они пьют, курят, там блудят. Это уже 36 лет наркоман с арены сошел. Он не нужен никому. Да. Вы думаете мне сколько лет? Ну, не знаю. 60, наверное. Наверное, 80. 80. 80. Так я прошел сколько тюрем, лагеря. За слово Божие нас садили, гнобили. А сейчас я реабилитирую, он политзаключенный. Мы проехали по всей Европе, видели разных людей. И везде верующие есть. Плинии младший был путешественник, и Плутарх такой же писал. Я, говорит, прошел много государств, встречал государства, у которых нет границ. Я видел города, у которых нет укрепленных стен. Но я встречал народа, у которых нет денежной системы. Но я нигде не встретил такого дикого и грубого народа, который не верил бы в Бога. Нет, я вот, допустим, вроде как верю. Тут не должно быть сомнения. Сомневающийся, подумал о морской волне, поднимаемой и развиваемой. Да не будет, не думает, что-то получить. Мы же не просто верим, а мы с Богом связь имеем. Вот мы сейчас пошли, вот решили зайти здесь. У меня близкий брат умер. И он как раз вот в этой системе заходил два раза, наверное. Я стал просить, он ушел, а это осталось теперь. Дай мне, Господи, этот талант. Чтобы в эту релетку зайти и посмотреть. Вот сейчас мы говорим, Господи, пошли нам добрых людей, чтобы побеседовать. Вот вы уже по молитвам на вас натолкнулись. Только через одну минуту мы уже на вас вышли. А мы могли пролететь мимо. Почему? Это по молитве. Вы скажете, да это случайно. Неверующий говорит, случайно. А я говорю, нет, я молился. И молился, и Бог послал вас, чтобы поделить это радостной вестью. Вот, допустим, потерян был ребенок где-то. Прошли годы. А матери сказали, он жив. Нашли. Она радуется? Ну, конечно. Кто-то был в плену. Радостная весть, свободу получить. Так вот эту свободу Христос дает нам. В Третьяковской галерее есть картина Иванова. Он 20 лет ее рисовал. Ну, и кроме того, другие. Явление Христа народу. Это отдельная комната там. Он на берегу стоит, Иоанн Креститель. Первая глава, 29 стихи Евангелия Иоанна. Говорит, вот агнец Божий, ягненок, который берет на себя грех мира. Он пришел умереть за нас, не за свой грех. И он имеет право прощать. Другого выхода вообще нет. Сейчас с мусульманином говорили. Я говорю, ну вы не бессмертны, умрете же. Ну да. Ну, а раз умрешь, ты на суд Божий пристанешь. Осудить-то Христос будет. Надо решить сегодня со Христом или... А я никому не хочу. Так не получится. Почему? Потому что Бог дал мне жизнь. Дал все, что во мне есть. Дал землю, солнце, луну, воздух. Так я Ему обязан. А Господь говорит, мне это обязательство ваше не нужно. Я хочу, чтобы вы спаслись. Чтобы вы были дети мои. Слышали 1 февраля, говорят, типа это конец света, что ли, что-то такое. Да, обязательно конец. Сегодня даже научно понимают. Он говорит, 1 февраля обещают конец света. Нет, конечно, никто не знает. Нет. Это не речь. Он типа был отменен, но говорят. Нет, нет. Перед этим еще в Израиле должен воссесть в храме. Они еще храм не построили. В храме сядет человек в Машиах, который будет антихрист. И он будет царствовать 3,5 года, 42 месяца. Вот это в Библии написано, вот этой книге. Все естественно. И не будет денежной системы. Будет начертание на лоб или на правую руку 666. Но в этом зашифровка какая-то. У каждого свой знак будет. Верующие это все знают. Будет война. Все нельзя будет ни купить, ни продать, пока человек не примет знак антихриста. Верующие к этому готовятся, молятся. А которые не знают ничего, они туда и влетят. А когда умрет, там уже на суд Божий ад и рай. Третьего места нет. В огне гореть вечно, бесконечно. Или быть со Христом в радости. Нескончаемый. И вот поэтому мы о Христе говорим. Примите Христа, уверуйте в Него. Если вы уверовали, мне-то от этого какая польза? Вы сами по себе живете? А сколько вам лет? 80. Я уверовал в 23 года. Мне 40. Я еще дополню, Игнатьев Ильич. Дело в том, что вы говорите, вот верующий, а в Библии так написано. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. То есть правильная человеку веры, именно вера появляется. Только когда он слышит Слово Божие. Вот о чем он сейчас? Это, скажи, к римлянам, 10 глава. К римлянам, 10 глава, 17 стих. Это в Библии написано-то. То есть правильная вера не от того, что ты там увидел чудо или что там, а именно услышал Слово Божие. И этот росток падает на добрую почву из сердца человека. И она возрастает с каждым днем в нем. Переходя от веры в веру, как апостол Павел говорил. Я вас услышал. Я слышал о такой рассказ один. Он был приговорен по обвинению в убийстве. А он, я говорю, был рядом, говорит. Ну, обвинили его, посадили. Ну, и уже вот перед расстрелом. И он понимает, зачем я жил. Я, говорит, слышал, что за смертью есть другая жизнь. А какая жизнь моя, когда я такой? Я стал припоминать и вспомнил. Бабушка учила меня молитве. Отче наш, суще на небесах. Я, говорит, не могу дальше вспомнить, и никто не говорит. На следующую ночь, говорит, я увидел еще несколько слов. И, наконец, всю молитву вспомнил. Я стал молиться, просить Бога. И там вдруг в верхах перерешили. Убийство настоящий был пойман. А его освободили. И он сразу пошел там в монахи или куда. И жизнь его по-другому пошла. Это люди здесь только такие широкие. Есть такой рассказ один. Журналист. Ну, коснулось написать, как человек в одиночной камере, приговоренный к смерти, сидит. Ну, а как это переживание-то его, когда я на свободе? Он пришел, начальник тюрьмы, ему хороший знакомый. Он говорит, а нельзя ли, чтобы меня посадили в камеру-то? Я посижу там, буду слушать, как там крещатые. Мне надо статью писать. Я журналист. Он говорит, да можно. И оформил его. Там, завтра тебя привезут сюда. Его привезли в машине. Его подсадили там, где КПЗ. И привезли как осужденного. Написали бумагу ему. Его посадили. Проходит день, два, три. Они договорились на три дня. Никого нету. Он стучит. А где начальник-то? Какой тебе начальник? Сиди, жди. Тебя к расстрелу приговорили. Он, мужик, понимает, уже дело не шутка. Уже месяц. Его предупредил охранник. Потихоньку подошел и сказал, сегодня ночью тебя на расстрел поведут. Он говорит, а где начальник тюрьмы? А ты ничего не знаешь? Так он же умер. Как умер? Да вот он взял газету, показал ему газету умер. Он понял, никто не знает. Его по-настоящему считают. И когда его вывели на расстрел, а начальник стоит и улыбается. Как так? Ну ты просил пережить. Вот ты пережил теперь по-настоящему. А теперь зеркало показал. Показала у него такая прядь белых волос. Вот теперь ты по-настоящему пережил. Чтобы пережить нам вот это состояние отверженности от Бога, это только на суде Божьем будет. На этой земле люди мучаются, но еще солнце светит, вода есть. А в аду нет ни покаяния, ни воды. И поэтому эту участь свою надо решить. Вот мне 23 года дали Евангелие. И я покаялся, обратился. Работал на море. Не то, что там бывает беда. У меня наоборот все хорошо. И деньги, и здоровье, и работа, и выход за границу будет. А в душе покоя нет. Как только я уверовал во Христа, покой и мир обрел. И вот уже 56-й год. Иду этим путем. Вообще классно. Так, вы на наши ресурсы, когда зайдете, еще там... Я уже зашел. Да, форум, форум. Вот под эти слова, слово форум. На форуме там 1600 тем. Если на сайт зайдете, там я тысячи вопросов отвечаю. Там найдете фильмы про нас государственные. А потом, если вы заинтересуетесь ближе, через Ютуб, который узнали, где-то зайдите и через Скайп. И в Скайпе мы тогда поговорим. Напиши Лапкин, Игнатий. Хорошо, я помню. Вас как звать-то? Антон. Антон, да благословит вас Господь. Ну, до свидания пока. До свидания. Храни вас Господь. До свидания. Боги говорим о спасении, которое Бог дает людям. Вы, наверное, мусульманка, да? Нет. Нет? Православная. Православная. А у вас Евангелие дома есть? У меня есть. Есть. Прекрасно. Значит, вы знаете, что скоро будет наступать Великий пост. Великий пост. Вы посты соблюдаете? Соблюдает. Ну, если честно, не всегда. Ну, надо соблюдать все и всегда. Потому что 69-е апостольское правило отлучает на два года от церкви, кто не соблюдает посты. Мы раз православные, то мы и должны соблюдать. Вот мусульмане, они строго соблюдают там свои рамазаны. У вас какие-то духовные вопросы есть? А вы можете ответить? Я могу вам ответить. Я 56 лет иду этим путем. Я могу сказать, наши ресурсы в интернете. Вы можете записать открытым оком во свете Библии. Ютуб. Вы зайдите туда, вы найдете там тысячу роликов. Во свете Библии открытым оком. Православный библейский сайт еще есть. К этому поставьте сайт, там найдете. Как у нас... Мы деревню строим православную с нуля. Приезжает митрополит, служит алтайским. Мы из Барнаула. У меня брат... Вы из Барнаула? Да, конечно. И брат у меня протеерей священник. А вы где? А вы где? У меня муж просто из Кулундинского района. Сейчас плохо слышишь. Муж из Кулундинского района. Кулундинский, доктор, рядом. Кулундинский, доктор, рядом. Почти рядом. Да, мы Мамонтовский район. Мамонтовский район. Мамонтовский район. Мамонтовский район. Мне просто не было, это муж у меня оттуда. Ну, если по линии тут ехать, станция Корчино. Корчино остановка. На железной дороге. На железной дороге. А оттуда 15 километров до нашего поселка Потеряевка. Я поняла. У нас все верующие. Все верующие. Не пить, не курить, не материться, не воровать. Государственная школа. Своими руками, без помощи государства все построили. И храм, и школу. Я начальник детского лагеря был, 45 лет. Без помощи государства ни рубля не дали. Тысячи детей подняли. Мы говорим, надо в бедности жить красиво, интересно. И не ругать правителей-то, а молиться за них. Да нет, за ним надо жить, а правители. Да, конечно. Да, конечно. Главное, воруют везде все, а Путин виноват. Еще он вас за руку хватать будет. А верующий, он знает, вор царствие Божие не наследует. Пьяницы царствие Божие не наследуют. Правильно все говорите. Да. Да. Ладно. Спасибо вам. Храни вас Господь. Вы зайдите на наш ресурс открытым оком во свете Библии. Запишите во свете Библии открытым оком. Вы там все найдете. С Богом. Храни вас Господь. Храни вас Господь. С Богом. Может по скайпу зайти на нас потом. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. А вот Господь послал. И говорит, такой добрый человек должен вам попасть. А вы мусульманин? Да. Я вам вопрос один задам. Скажите, у мусульман самое дорогое что в исламе? Самый дорогой? Да, самое ценное в исламе. И все мусульмане должны это делать. А нарушаете? Не знаете. Я вам скажу, намаз, пятикратный в день молитва. У мусульман это самое ценное. А мы молимся, у нас семикратное посло поклонов. Это самое ценное. Так что вы держитесь за это, молитесь. И тогда на дурное меньше будет сатана работать. У вас в Коране написано Иса. Иса это Иисус, в который мы верим. Там написано Марья. Марья – это мать Иисуса Мария. У вас Сулейман. Сулейман, а у нас Соломон. Вы говорите, Ибрагим. А у нас написано Авраам. Это по-другому только транскрипция. Главное, что мы верим во Христа, который прощает грехи. Он умер за наши грехи. А мусульмане его считают за пророка. Но он и пророк был одновременно. А вы откуда знаете, сколько этого? Я сидел, когда за веру, то сидел с мусульманами вместе. Жанатас в Жамбульской области. В Казахстане. Понятно. Да, и кроме того, мы с детства как-то с ними встречались. У нас очень хорошие отношения. Мы отъездили в поездку миссионерскую. Мы в доме мулы ночевали в Баку. Ходили вместе в мечеть. Я там молился. Тогда дай Бог вам здоровья. И вам также, дай Бог, уверовать. Если будет желание, наш ресурс называется «В открытым оком во свете Библии». YouTube. Очень большие у нас там тысячи роликов. Вы там себя увидите. Мы все снимаем. И вы увидите, как мы с вами разговаривали. Вы снимаете, да? Да, конечно. А YouTube какой? «Открытым оком во свете Библии» называется. Зарядите. «Восвете Библии»? Да. «Открытым оком, открытым глазом». «Открытым оком во свете Библии». Игнатий Лапкин. Это я. О, блин, сейчас надо писать. Сейчас, секундочку. Сейчас он запишет. «Открытым оком во свете Библии». Игнатий. «Открыто что?» «Открытым оком. Око, глаз, око». «Открытым оком». «Открытым оком». «Сейчас, сейчас». «Так». «Открыто оком?» «Да». «Восвете Библии». «Открытым оком. «Открытым оком». «Открытым оком». «Все, отошли мы». «Открытым оком», «Открытым оком». умер за нас и прощает, когда мы веруем в Него благодатью своей. Он имеет право, это как Сын Божий. А зачем вы на камеру-то снимаете? А затем, чтобы вам показать. Вы зайдите на наши ресурсы через 10 дней, и вы себя увидите там. И вам будет интересно, и это и полезно. Запишите наш ресурс. Чего вы испугались, грешники? Бля, так не бери. Мы пришли, батюшка. Да, мы пришли рассказать вам о Христе, чтобы вы в ад не попали, уверовали в Бога. Радость людям, что Христос умер за наши грехи и прощает их, чтобы мы жили для Бога. Чтобы после смерти в ад не попали, а были в раю с Богом. Я понял, понял. Вы Евангелие имеете в доме? Евангелие у вас есть? На самом деле, дядька, нету. Ну, надо, надо. Знаю, что надо. Обязательно надо. Ну, крест ношу, крест ношу, вот веришь, нет, показать. Ну, я, знаешь, раз, я не проверяю, вы сами знаете. Милостью Божьей. Миша, дядька, подожди, дядька, подожди, можно перебью? Можно перебью тебя? Да зачем перебивать? Уже всех перебили. А вы откуда? А вы откуда? Откуда? Мы от Бога. А живем в городе Барнаул, Алтайского края. А, с Барнаула. Я понял, понял. Вы в городе в самом живете? Зимой в городе, а летом в деревне. Мы с нуля строим православную деревню. Православную, где все верующие. Ни пить, ни курить, ни материться, ни воровать нельзя. Понял, понял. Ну, при вас курить не буду тогда, ладно? Вот. А скажите, что-нибудь еще хорошее расскажите лучше мне. Самая радостная, благая вещь, что Христос умер за нас и зовет к себе, чтобы мы уверовали и жили по его святым заповедям. Это самое великое. А все остальное проистекает отсюда. Считаем Евангелие, мы молимся, соблюдать должны посты, чтобы благодать Духа Святого вела человека, как Серафим Саровский говорил. Я понял, понял. У вас, если есть возможность, зайдите на наш ресурс. Там много роликов. Называется в Ютубе «Открытым оком во свете Библии». И вы там увидите себя дней через десять. Мы все снимаем, и вы себя там увидите. Все понял. Запишите, запишите. В принципе, смотрите, если набрать просто «Открытым оком», все равно же выйдет. Нет, и «Во свете Библии» четыре слова. «Во свете…» Ну, оно же все равно выйдет. Как, конечно. В Ютубе, в Ютубе. «Открытым оком во свете Библии». Ну и запомните, Игнатий Лапкин. Фамилия моя Игнатий Лапкин. И тогда этими словами, скажите, сайт, откроется сайт. Эти же слова. Форум, откроется форум. Там материала на тысячу лет хватит. Я понял, понял. Дядька, как… А фамилию я услышал. А как вас зовут? Лапкин Игнатий. Игнатий. А, Игнатий зовут, а… Лапкин фамилия. Лапкин. Ну, маленькая лапа. Лапкин. А, Лапкин, Лапкин. А, да. Лапкин. Кэ. Лапкин. Я понял, понял. Вот. Вы зарядите, вам пока сразу явится. Дядька, вот смотри, вот как мнение обывателя, можно отвечу, да? Давайте. Вот прям вас увидел, как бы, вот вы мне что-то вроде как причесали, но такое позитивное, позитивное от вас все равно что-то пошло такое, знаете, ну, реально вот, как бы, вижу, что с нормальным человеком общаюсь, потому что я здесь с братьями украинцами в основном разговариваю, и знаете, столько негатива от них, и вот с вами поговорил буквально две минутки, и как-то это, полегчало, короче. Видите, мы знаем о бедах в Украине, и когда тут беженцы, мы стараемся продукты собирать, чтобы помочь им, а отдельно в Донбассе же целую машину туда гнали. Надо добро делать, а не подыскиваться друг по другу, это ничего не даст. Все, понял, понял, я вас услышал. Я вас понял, услышал, дядь, хороший вы человек, вот, не, вот, реально, вот, мое мнение, вот, буквально за две минуты разговора, как бы. Если у вас будет желание побеседовать, когда вы в Ютуб зайдете, посчитаете, понравится, скайп, и по скайпу зарядите Игнатий Лапкин, и вы на меня выйдете, только чтобы ваше лицо было, чтобы не было там какие-то аватары, нихи, там, это обман, все. И мы можем побеседовать. Какие вопросы, запишите, я вам все отвечу. Я 56 лет этим занимаюсь. Понятно, понятно. А, смотрите, вот, я вам все равно сейчас каверзный вопрос задам. А вы, вот, что за церковь-то у вас? Православная, открытая, которая церковь везде, храмы стоят. Ну, православная, в смысле православная? Ну, да, православная, везде купола, в любой город зайди, везде храмы открыты православные. Ну, она как бы, ну, ну, ладно, бог с ним, бог с ним, даже не буду вас пытать. Пока вы других-то не увидите в городе, то везде видят только высокие купола, они в Кремле есть, рядом стоят, храм Христа Спасителя в Москве. Ясно, ясно. Богу слава. Услышал, услышал вас. Давайте, ищите, Господь, говорит, и найдете, стучите, и отворят вам, а Господь стучит в ваше сердце сегодня, чтобы впусти Господа, и Он с тобой сотворит вечерю любви. Я понял, понял. Нет, ну, кстати, вот, вы вот, вот реально, ну, как бы, ну, мое, говорю, сугубое мнение, вот, что субъективное. Вот с вами поговорил, что-то проняло, проняло, есть такое у вас что-то. Хорошо, хорошо рассказывать. Это не я, это Дух Святой делает. Мы молились, сейчас заходили, говорим, Господи, пошли нам добрых людей. И Господь посылает их нам навстречу. Не, ну, видите же, у меня же глаза добрые. Ну, да. А вы голубей не держите? К сожалению, нет. Как бы, не до голубей нынче. Дело в том, что есть такое выражение, у злого человека голуби не водятся. А у меня две голубятни, и в доме сидят голуби еще. Я понял, понял. Я с детства люблю эту... А что вы с ними делаете? Ну, так чисто, как бы... Они воркуют? По привычке. Ну, да, гонишь их, они там кувыркаются, такой, карусель такая. Ну, ну, я понял. Если курица хвощит, тебе надоест через час. Гуси гогощат. А когда голубь, вот он рядом у меня здесь, специально в избе даже несколько, никогда не надоест. Это как песня какая. Голубиная песня. Ну, я понял. Это как, помните, вы же наверняка помните фильмы «Любовь к голуби». Да, да, да. Где там, где там, ну, эта движуха немного как бы... Понятно, он там познакомится один жил, и она все-таки ее научили, как, чтобы замуж ее взяли. Я понял, понял. С Богом. Ясно, ясно. Храни вас, Господь. Всего вам доброго тоже. Западной Сибири, я на севере немного. Западной Сибири, привет вам. Вот. Дай Бог здоровья. Ну, в принципе, тоже могу перекреститься. Вы нас ищите. Вас как звать-то? Денис меня зовут. Дениса, да помилует вас Господь и призовет к себе. Во славу Божию. Спасибо. Будьте светом для людей, светом будьте. Я понял, понял. Проповедуем Христа распятого и воскресшего. Вы желаете услышать? Послушать. Как душу спасти, чтобы она после смерти не была в аду? Ни фига себе. Вам можно без очков быть? Вот так вот. Мы, православные христиане, свидетельствуем людям о любви Божией, что Сын Божий умер за нас, милостью Своею, любовью сошел на землю. И когда люди принимают его верою, Господь прощает грехи. А для этого уже храмы открыты. Сходить на исповедь, принять крещение с троекратным полным погружением. Не надо смотреть, что там попы не такие. Надо смотреть внутрь себя. Все недовольные чем-то. А верующий всем доволен. Благочестивая и довольная жизнь. Это приобретение от Бога. У нас большие ресурсы, если желаете больше узнать. Называется «Открытым оком во свете Библии» в Ютубе. «Открытым оком во свете Библии». Там у нас 13 тысяч роликов только. Вот мы сейчас снимаем все, и вы себя можете через 10 дней увидеть. Выставлено будет. Понятно. У вас какие-нибудь вопросы есть духовные? Да, есть. Давайте. Батюшка, да? Батюшка же. А у нас все снимается. Все это будет выставлено. Ну, это твой батюшка? Я не батюшка. У меня брат родной священник. А я просто проповедник-миссионер. А, проповедник? Да. 56 лет. Ладно, удачи вам всех сил. Храню вас. Я за вас. Плак держу. Заходите в наш ресурс, а там можно на скайп выйти уже. Во свете Библии открытым оком. Распятого и воскресшего. Мы проповедуем Христа распятого и воскресшего, чтобы люди уверовали, жили по Евангелию, чтобы за смертью, когда умрет, в ад не попасть. О, Богу слава. У вас Евангелие-то есть в доме? Кто есть? Евангелие, Библия. Да. А, нету Евангелия, Библии нету. Вот. Нету. Вот смотрите как. Вам видно, нет? Да. Ну, это в любом храме можно купить. И вот тут 77 книг в одних корочках. А одна из них книг, это называется Евангелие. Хотя их и четыре там. И там говорится, как Господь сошел на землю, как возлюбил людей, как умер за грехи людей. И спасение дается даром. Только уверуй. И обещайся Богу никогда к грехам не возвращаться. И благодать Духа Святого поведет тебя. И после смерти эти люди наследуют жизнь вечной со Христом Иисусом. А неверующий Бога представляет лживым. Неверующий Богу не угоден ему. Гнев Божий на нем. И мы вот вышли, чтобы рассказать людям о любви Божией. Это называется благая весть, добрая, самая добрая. Я преступник, а мне Бог амнистию дает через веру. У нас большие ресурсы. Если вы хотите, можете записать. Ютуб. Открытым оком во свете Библии. Вот мы у нас... Открытым оком. Оком. Око, глаз. Открытым оком. Во свете Библии. Во свете Библии. Зарядите. И оно сразу выскочит. Вот у нас... Вы через неделю... Христа как Спасителя. Чтобы после смерти в аду не быть. Или так? Можно сказать и так. Знаете, я жил на квартире, когда учился. И один сосед... Божественное желание. Я хочу, чтобы не было безразличия к людям. От людей к людям. Ну, какая... Вы сейчас не курите, пока разговариваете? Можете не курить? Пока. Дело в том, что сосед... Я разговариваю спокойно. Я могу курить и не курить. Это не важно. Ну, не курите в данный момент. Вы в людях разочаровались. А почему? Да потому что безбожники. Если были бы верующие, жили бы... А раз безбожники. Да. Безбожники. А раз безбожники... А что есть Бог? Ты его видел когда-нибудь? Ты его прочувствовал? Он тебе как раз помог? Я начинаю вам говорить, а вы ничего не слышите. Ни на один вопрос я не мог вам ответить. Безбожники. Тогда и я безбожник. Потому что я его ни разу не видел, не ощутил. Когда мне нужна была помощь, мне помогали люди, а не Бог. Вот и все. Освобождая его от грехов, когда люди поверят в него. Чтобы после смерти не оказаться в аду. Вы желаете об этом послушать? А я как-то мусульманин. Я мусульманин. Так еще, мусульмане разве не люди? Мусульмане тоже верят в Бога. А когда умрете, Христос судить судьей-то будет. Поэтому надо думать. У вас в Коране написано, Иса называется. Иса. Ну вот. А что так вы это все куда-то прячетесь-то? Сядьте, чтобы видно вас было. А что вы снимаете? А что вы снимаете? Мы это снимаем для людей, чтобы польза была. Наш ресурс, вы можете себя увидеть через 10 дней примерно. Называется «Открытым оком во свете Библии». Себе запишите «Открытым оком во свете Библии». Мы православные христиане проповедуем о Христе спасения, чтобы люди приняли спасение во Христе. Если человек неверующий умирает, он в ад идет в огонь после смерти. А верующий со Христом будет в раю вечно. Иисус Христос умер за наши грехи и зовет к себе «Придите ко мне все труждающиеся обремененные, я успокою вас». Мы имеем опыт. А что вы скажете об иноверцах? Об иноверцах? Какие именно иноверцы? Мусульмане? Ну я буддист, например. Ну буддист. Будда кто такой? Разве это Бог? Он же не Бог. Это человек, который добился состояния нирваны. И больше ничего нет. У вас это реакорнация. Один раз человек умирает, ни в каких животных не превращается. Писание говорит, посланник Евреям 9.28, что? Всем надлежит однажды умереть, а потом суд. Один раз. А то все языческие бредни люди придумали. Но согласитесь, это одна только правда. Знаете, в мире есть одна книга Библии, одна личность Христоса. Мартин Лютер сказал еще. Если так, то один миллиард людей верит в Христа, один миллиард в Будду, один миллиард в Лава. Не один, а по два миллиарда. По два миллиарда. А для Бога... А вы знаете, что на Земле был потоп? Ну, разве это имеет значение какое-то на самом деле? Имеет значение. Мы говорим много. Бог весь мир потопил, что не стали верить. И восемь человек всего спаслося. Восемь. Всего. Больше никого нету. Есть такой фильм... Есть такой... С вами согласен? Фильм есть такой. Я легенда называется. Я легенда. Я с вами согласен в том смысле, что человеку нужна вера. Да, вера нужна. Но просто каждый верит в то, во что верит. Неправильно, что во что. Вера одна должна быть. И одна вера, одно крещение. Символ веры. Ну, извините. Извините, да, что краду ваше внимание. Но вот вы подумайте, если, допустим, я буддист и буду пытаться мир изменить под себя, то это будет несправедливо по отношению к христианам и к мусульманам. Так же и христиане, если захотят покрестить всех, это тоже будет несправедливо по отношению к людям другой веры. Понимаете? Давайте говорить об этом так. Вот Господь сказал, если ваш Бог, кому вы верите, а Бога-то у вас никакого и нету. У мусульман Аллах есть, а у буддистов-то никого нету. Ну, мы-то не верим в Творца. Мы считаем, что весь мир, от пылинки до планет, солнечных систем, все сущее. Это все в нашем сознании на самом деле. Это иллюзия. В реальности этого не существует. Материя имеет свойство распадаться. Природа явлений пуста. Да, мы верим в пустоту на самом деле, да. Нам важно раствориться в пустоте, осознание... Нет, не в пустоте. Это жизнь вечная. Пустота. Пустота. Вообще глупее ничего не придумаешь. Это коммунизм какой-то. Было, было, не было. Давайте по потребности. Ничего не будет. Христос умер за нас. И они тоже буддисты говорят. Это вот реаркарнация, там Христос это один из пророков. А христианство никого не признает. Только он один. Он Бог. Ну хорошо. Хорошо. А позвольте я вам задать вопрос. По вашему мнению, существовало ли сознание до мысли о Боге? Ведь она же появилась в какую-то эту мысль. У кого? У человека или у Адама? У кого? Ну, не важно. Мысль о Боге, она ведь откуда-то появилась. Я скажу вам откуда. Вы выслушать умеете? Конечно. Вы слышали, кто такой Вольтер? Ну, современники парижской коммуны. Страшный безбожник. Он говорил, через сто лет, через сто лет, Библия будет забытой и заброшенной книгой. Ее можно будет найти только, он говорит, только в музеях археологических, как свидетельство глупости более ранних поколений. Ну и что интересно, где он с балкона провозносил это, там образован склад британского библейского общества, которое распространяет миллионы Библии. И вот он решил... Я сейчас закончу. Я про Вольтера. Вольтера скажу. И он решил так, чтобы ребенок его был неверующий. И он нанял хожалку за ребенком, бабка глухонемая. А потом смотрит, ребенок утром куда-то вышел, он за ним потихоньку смотрит, он за кустом стоит, вот так руки поднял, и веселый. Он подошел, ты, сынок, что делаешь? Он говорит, папа, вот кто вот это все сотворил? Солнце, луна. Я хочу поблагодарить его. Так нам хорошо. То есть небо никто не закроет. Под звездным небом у гроба родного человека, философ Монтень говорит, могут отрицать Бога только явные преступники или ненормальные? Ну, понимаете, в чем дело? Верить в Бога или не верить в Него, это личное дело человека. Но хорошими людьми мы быть обязаны. Понимаете? Не можешь быть добрым. Всякое доброе даяние от Отца Светов. Смотрите, Иоанн Златоуз говорит, мне говорят, вот ваши прихожане сидят, пьют там, а вот там плохо ведут. И он говорит, я знаю, что такие люди христиане называются, но поступают неправильно. Но вы учтите, чтобы быть правильным, у христиан три причины. Первая, за добрые дела будет награда. Бог обещает. За злые дела ад угрожает. И третья, вспомоществующая благодать Божия. И несмотря на это, они такие бывают. Ну а то, что безбожник, и может добрый быть, когда у него ничего этого нет, то этого я сказать не могу. Вот и весь сказ. Вы знаете, я вам могу сказать так, что я знаю очень много людей, которые, допустим, носят на груди крест или там Будду Золотого, но при этом они являются очень злыми, невоспитанными людьми. Даже с таким я сталкиваюсь в жизни часто, понимаете? Да я понял. Я сейчас отвечаю вам. И в то же время есть люди, которые не придерживаются вроде этих воззрений, а при этом являются хорошими, приятными людьми. Согласен. В аду очень много хороших. Есть такой фильм «Сбежавший из ада». И вот интересно. В «Комсомольской правде» выступает генерал. Он ходил в школе, он на пенсии. И учил детей любить Бога и все. Но он стоял на остановке, к нему подошли денег там на выпивку. А он не дал. В форме. Его сбили, пинают. И он говорит, я вижу, голова-то у него еще целая. И вижу, говорит, офицеры стоят, и никто не заступился. Его спрашивают, а какие мысли были? А он говорит, наше поколение, это в советское время комсомольство. У меня, говорит, одно было желание, чтобы был пулемет и строчить, и строчить. Вот и все, весь патриотизм. И когда клюнет, говорит, в одно место кто-то, все кончилось. Мы широко раскрываем, говорится, мозги туда, когда нас Бог не касается. А когда коснется, сразу все скукожилось, и ничего нет, и ничего не знаем. Я вот был при смерти неоднократно. Я извиняюсь перед вами, но на самом деле, конечно, я ничего против христианства не имею. Я просто замечаю у вас то, что вы верите в Христа, и пытаетесь людям донести то, что сами верите. Вот это я вижу. А это нельзя по-другому. Вот смотрите, я неоднократно был арестован за Слово Божие. Я проповедовал, брал интервью репрессированных, и я первый в стране, в Советском Союзе, распространил архипелаг ГУЛАГ. Насчитал на пленку 11 пленок. Это мой голос звучит в интернете. И меня КГБ захлопнуло по санкциям КГБ, Московского КГБ. Посадили. Я иду этапами, пять тюрем, лагерь смерти отправили. В Казахстане, Жамбульская область, Жанатас. Но дело-то в чем. Вот если я сейчас пришел и говорю, а может я к сыну своему в тюрьму зайду, никогда не пустят. А меня потащили туда. Я еду дорогой. Вы знаете, самое свирепое, это когда едут дорогой, ни перед кем не ответственны, конвой. Они безумствуют. Женщина в туалет не может пойти, под себя идет. Они хохочут и все. А в это время меня-то везут, а женщины-то увидели. И разделенная между нами-то. Отец, вы молитву какую-нибудь дайте нам. А я молчу. Охранник послушал, подошел. А почему вы не отвечаете? Я говорю, согласно того, что у вас написано в правилах, вы накажете и меня. Да нет. Я говорю, тогда попросите у них бумагу, карандаш. Я сейчас напишу. Праздники все, все спешу. Теперь их не ведут в туалет. Я тогда охраннику говорю, вы сделайте им милость, им очень тяжело. И пока доехали, почти весь вагон уже слушал меня, что я говорю. Почему? Потому что Бог влияет. Вот привезли меня в Жамбуле. Я ночью стою на молитву, но зайдя в камеру, я перекрестился, сказал, мир вам. А теперь я гляделся и говорю, а где у вас тут можно стать, не мешаться? А там старший который, Пахан называется. Он сразу подошел. А кто вы будете? Какая статья? Я говорю, 190 прим. А камера большая, человек 70. А что у вас? Я говорю, Евангелие. У-у-у. Это вы все знаете. Ну, я говорю, не все, ну, как? Он тогда говорит, а где бы вы хотели тут быть? А шконка так, на одной два. Один бродит, один спит, потом попеременно. И он подошел, я говорю, мне, чтобы дышать, я же не курящий-то. Ну, мы сейчас сделаем. Он подошел мне к окну. Дальше. Я говорю, есть не курящие? На 70 человек три. Я говорю, с восьми вечера я буду проповедовать. А у меня новый завет с собой. И вот сразу же эти люди, вымойте руки, они берут Евангелие, считают, я растолковываю в сегодняшнем понимании. Два часа. Охранники открывают камеры и стоят в двух этажей. Будь неверующим, я букашка-таракашка. А я ходатайствую там за других. Я постучал, начальник подошел. Что? Я говорю, вызови политотдел. А только одного брали на допрос. А камера длина 6 метров. Его как с допроса, как ударил, пролетел, батарею головой ударился. Ульяновский Владимир Александрович. Он вызвал меня. В чем дело? Я говорю, я сейчас такое вот дело у нас было. Да вы что? А как было? Ну, вам легко узнать. Вот этот Семенчук. Его вызывали на допрос. Да он вор. Он сознался. Но вы же убиваете его? Они ко мне прислушиваются. Следователь принял крещение. Начальник тюрьмы умел по-христиански. Я молюсь, а утром противступники говорят. Вот вчера молились, 7 человек на колени сзади становились. Можно мы тоже будем молиться? А я к ним ничего не говорил. Почему? Благодать Божия коснулась. Они не знали, что со мной делать. Их убивали там комнаты, где красный уголок. Мне сказали, отец, иди там сиди. Я говорю, а почему вы меня-то не бьете? А вы видели, вот приезжал тут, ходил майор. А там майор из КГБ был. Приехал, на вас печать поставили, чтобы пальцем не трогали. То есть на меня жестко все, но за меня ООН, разные государства ходатайствовали. Я с Богом. Меня выпустили, реабилитировали. Все вернуть надо. А их нету. Они должны были 11 миллиардов. Я самую крупную в мире фонотеку создал. Ну, по тем деньгам. Теперь я молюсь. Суды идут. 11 лет шел суд, я выиграл. Я в Барнауле сейчас. И два дома в центре города мне отдали решением суда в частное пользование. Этого ничего нельзя было сделать. В одной мы церковь образовали. Вы сейчас зарядите в Ютубе открытым оком во свете Библии. Вы все там увидите. Запишите, не пожалеете. Открытым оком. Да, да. Дело в том, что мы все снимаем, и через 10 дней вы себя увидите там. Открытым оком во свете Библии. Открытым оком. Око, глаз. Оком. Открытым оком. Во свете Библии. Это наш Ютуб. Во свете. Во свете Библии. Библии. Во свете. Да, да. Да, во свете Библии свет. А во свете. Да, во свете. В свете Библии. Да, Игнатий Лапкин, это я. У нас там 13 700 роликов. Если вы к этим словам поставите сайт, выйдет наш сайт. Там фильмы о нас сняты, занявшие первое место на международном киноконкурсе. Мы строим с нуля православную деревню, где ни пить, ни курить, ни материться. Без помощи государства сами дороги все делаем. Я в начале детского лагеря был, 45 лет сейчас скажу. За 45 лет тысячи детей подняли без помощи государства. Мы говорим, надо в бедности жить красиво и интересно и молиться за правителя, а не проклинать их. Если у вас будет желание, по скайпу выйти, когда зайдете на ютуб-то, ну и в скайпе меня зарядите, мы тогда побеседуем. Игнатий Лапкин, правильно. Я вас хочу предупредить, я вас хочу предупредить, что я нахожусь в тюрьме, и поэтому у меня есть неудобства какие-то, понимаете? Еще? Он находится в тюрьме, потому у него неудобства есть. Ничего нет. Что такое тюрьма? Тюрьма, мы все в тюрьме, мы все привязаны к земному тяготению, свободных людей нет. Тюрьмы не надо бояться. Солженицын говорит, благословляю тебя тюрьма, ты мне открыла много, я тоже это сказал. Выходя из тюрьмы, я встал на колени. А в это время приехала машина из КГБ, полковник, и меня до дому довез. Вот как Бог делает. Понял, благодарю вас. Храни вас Господь. Нам нельзя пользоваться телефонами, Христос с вами. Да, вы знаете, через 10 дней зайдите на наш Ютуб, вы себя увидите. У нас сейчас съемка идет. С Богом. Все, дай Бог вам здоровья. Спасибо, Христос. Да благословит вас Господь. И дарует свободу. Господи. Благослови Господи. Спасибо.